Эй, танкист! Выбери один из пяти контейнеров и забирай свой приз! На VODKIT.RU решает только твоя интуиция! VODKIT.RU! Каждая шестая игра бесплатна! Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы посмотреть ТТХ нового премиум танка в ветке Франции. Ну и также немножечко бронирования его рассмотреть. Само АСМ позиционирует себя как бронированный тяжелый танк с барабаном. Он медленнее, чем АМХ 50-100, при этом значительно. Конечно, Лоррейна вообще там по сравнению с ним пуля. Ну и концепция на самом деле довольно любопытная. То есть если дать танку хорошую броню и неплохой барабан, то может быть он даже будет неплохо играться. Хотя сейчас бронированные тяжелые танки играются так себе. Но барабан все-таки это мощь, это сила. С помощью барабана можно наносить много урона. Так что, может быть, такая концепция зайдет. Итак, давайте же посмотрим на ТТХ этого танка. Пробитие 232. На самом деле очень даже неплохо. И мне кажется, с таким пробитием можно отлично фармить. Урон 300 тут небольшой, но учитывая, что барабан, ну это не так уж и плохо. Урон в минуту 2001 единиц. Урон по модулям 135. Время перезарядки 36 секунд примерно. Скоростреленность 6,67. Снарядов в магазине 5. Время перезарядки орудия 2,25. Скорость пазута снаряда 1000. Ну что я могу сказать. В целом, комфортное орудие по этим именно ТТХ. По этим характеристикам. То есть, довольно шустрая перезарядка. Конечно, не самая шустрая, но вполне неплохая. 35 секунд, 36. Можно сделать, я думаю, получше там. С допайком, с экипажем и так далее. Кроме того, имеется 4 снаряда в барабане. То есть, можно с помощью них, конечно же, нанести вполне существенный дамаг. Но Лоррейн, например, 40 тонн. Он как действует? Он наносит урон с барабана. И потом глипетывает просто. Или издалека откуда-то накидывает. А что будет делать этот танк? Ну, раз он медленный, значит, он должен танковать. Сможет он это сделать в текущих рядах, когда танк попадает против девяток и десяток. Очень часто. Сложно сказать, но посмотрим. Точность стрельбы 0.38. Точность какая-то паршивенькая, если честно, такая не особо выдающаяся. Время сведения 2.3. В целом, ну, не особо такое долгое, но и не особо шустрое. Такое неплохое, в принципе, время сведения. Стабилизация. В целом, приемлемая. Угол возвышения 15. Неплохо. Угол склонения 10. То есть, отличный увен у этого танка. Вниз вообще хорошо пушка опускается. Скорость поворота башни 27. Довольно-таки медленновато. Скорость поворота ходовой 32. Тоже не особо шустро, но так более-менее. Мощность 700 лошадиных сил. Удельная мощность двигателя получается 12.5. Ну, такая средненькая удельная мощность. Танк не особо шустрый. Скорость поворота ходовой 32. Максимальная скорость тут 45 километров. Конечно, максималку этот танк не будет развивать. В среднем, наверное, будет ехать где-то от 30 до 35 километров. Сопротивление ходовой тут, в принципе, неплохие. Более-менее. Ну, в общем, в любом случае, танк медленный. Это стоит понимать. Прочность танка 1450. Корпуса 1160. Башни 290. Ну, прочность более-менее. Конечно, чуть поменьше среднего. В основном, у тяжей там где-то 1500. Иногда больше. Прочность моделей. Боеукладки 240. Механизма поворота башни 140. Баков 200. Двигателя 260. Гусениц 240. Ну, вам, наверное, мало что-то говорят эти цифры. Но вот башня, я могу сказать, будет частенько ломаться у этого танка. Броня. Лоб 140 миллиметров. Выглядит действительно неплохо. И разработчики обещают, что лоб в ВЛД будет крепким. Борта тут 90 миллиметров. Как для француза неплохо. Но там, наверняка, никаких наклонов, экранов не будет. И будут пробивать, конечно же. Лоб башни 120 миллиметров. Тоже неплохо. Ну, сейчас, конечно, очень сложно сказать, будет ли этот танк танковать. Если у него броня, как у другого тяжелого премиумного ТТ, может быть, он будет в ВЛД неплохо танковать. Но в башню его, возможно, выязвимые места будут пробивать. Ну, в борта наверняка будут нормально шить. Также, что еще можно отметить. Обзор тут 370 метров. В целом, посредственный. Дистанция связи 782. Значение маскировки на месте 8,2%. Маскировка плохая. В движении 4,1. Также, что еще можно... Цена снаряда тут 1030. Цена снаряда урон 3433. Ну, это непонятно, что именно. Тут имеется в виду. Ну, в общем-то, танк на самом деле меня не впечатлил. Потому что, хоть тут и барабан, но я на броню уже давно не рассчитываю в этой игре. К тому же, он еще и медлительный такой. Но, все-таки, возможно, с барабаном он будет лучше играться, чем текущий премиумный ТТ, который можно приобрести. Будет он лучше играться, потому что барабан тащит. Как ни крути, с таким бронепробитием проще наносить будет урон. Там, выехал. Может быть, если будет хорошо танковать, то выдержишь выстрелы хотя бы в топе. И раздашь с барабана, уйдешь на КД. Может быть, такая схема будет работать. Но, все-таки, Лоррейн 40 тонн. Очень хороший СТ сейчас премиумный. И если сравнивать ТТХ этого танка и ТТХ Лоррейна, я бы выбрал однозначно Лоррейна. Но, посмотрим, может быть, я ошибаюсь, и броня действительно адская будет у этого ТТ. Пока что он на супертесте, и его характеристики будут меняться. Ах, да, забыл, что 263 пробития у этого тяжелого танка на голде, что тоже немаловажно. Попадает он, конечно, к девяткам и десяткам. С нынешним балансом, я думаю, он часто там будет находиться. Ну и вот как выглядит наш новоиспеченный француз. Чем-то он похож на МХ-50-100, даже очень сильно. Но у него выделяется ВЛД, который под большим наклоном. Разработчики уверяют, что там приведенной брони целых 240 мм, что очень даже неплохо. Хотя у нас орудия есть и помощнее, у которых там и 268 пробития и так далее. Так что, надеюсь, не будет такого, что куманами будут шить, как нефиг делать ВЛД. Сзади увеличенная какая-то вентиляция, более выделенная. Сзади также и спереди написано название танка. Ну и также, мне кажется, что башня немного увеличенная, чуть другая. Ну, в целом, конечно, такой типичный французик. Будет ли он нагибать, посмотрим. Ну, пока что вот такие вот данные по нему. Надеюсь, информация была вам полезна. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Пока.